Последние 10 лет каждое отверстие российских пропагандистов кричало о том, что известный бизнесмен, инженер и филантроп Илон Маск на самом деле является рядовым мошенником и жуликом. Подобные высказывания лишь подогревали интерес к неординарной личности человека, который упорно шел к своей цели. Больше всего Кремль раздражали космические амбиции Маска, поскольку выехавшая на совке преступная верхушка нагло приписывала себе лидерство в упомянутой сфере. Причем Роскосмос давно связывали с невообразимым распилом бюджетных средств и откровенным свинством в плане организации работы. Монополист из РФ постоянно рассказывал о том, что космическая отрасль неизбежно требует жесткой руки государства. А чертовы американцы летают на МКС только благодаря России. И ведь действительно летали, поскольку программа Space Shuttle закончила свою работу в 2011 году. С тех пор США сделали ставку на частные космические компании. И всего за 9 лет это решение принесло свои плоды. Для сравнения, Роскосмос разрабатывает недоразвитого Орла, который еще недавно назывался Федерацией, начиная с 2009 года. При наиболее оптимистическом сценарии данная болванка полетит в космос только в 2023 году. Вот почему успех компании SpaceX является главным источником раздражения для пятых точек российских чинуш. 30 мая в 22.22 по Киеву Илон Маск не просто запустил к МКС первый пилотируемый частный космический корабль Crew Dragon. Старт прошел со второй попытки. Первая была отменена 27 мая из-за испортившейся погоды. Одновременно с американскими астронавтами на орбиту Земли стартовала вся путинская шайка, используя жопную тягу, которая озарила территорию Мордора тысячами ядреных вспышек. С этого самого дня человек, десятилетия подвергавшийся насмешкам со стороны сливных бочков РФИ и местных чинуш, официально похоронил Роскосмос. Отныне Америка и ее союзники будут доставлять людей в космос, используя высокотехнологичные корабли, а не устаревшие союзы, за одно место в которых жадные московиты просили по 80-90 миллионов долларов. Теперь место американского астронавта может занять лично господин Рогозин и в обнимку с роботом Федором удалиться в бесконечные пучины вакуума. Вспоминая развитие отношений между путинской Россией и одним из наиболее выдающихся людей нашего времени, можно отметить несколько ключевых моментов. К примеру, на ранних этапах зарождения компании SpaceX, Илон Маск попытался купить у РФИ ракету, которая могла стать основой его новой разработки. Тогда миллиардер еще не был знаком с гнилым нутром местных государственных окурков. Как встретили этого человека в РФ? Высмеяли его затею, стремление и мотивацию. Боровы, сидящие в высоких кабинетах, начали рассказывать, будто Маск никогда не добьется успеха и вообще понятия не имеет, что такое аэрокосмическая отрасль. В 2010 году состоялся первый пуск ракеты-носителя Falcon 9 Block 1. Для SpaceX это был огромный успех, а представители королевства Валежника все еще продолжали смеяться, хвалясь своими протонами и союзами. Подавиться идиотскими шутками пришлось уже спустя три года, когда мир увидел вторую версию ракеты-носителя. Роскосмос вдруг понял, что Илон Маск, ни много ни мало, замахнулся на коммерческие запуски, которые приносили Путину миллиарды долларов. Пропагандисты как раз сделали глубокий вдох для новой волны истерии, когда американская компания совершила невероятное, сделала свои ракеты многоразовыми, посадив в 2015 году первую ступень Falcon 9. В этот момент Кремль забился в конвульсиях, выплеснув наружу колоссальное количество навоза в адрес Маска. Что было дальше? Всего за несколько лет SpaceX отобрали у Роскосмоса две трети коммерческих заказов на доставку грузов. В общей сложности было произведено более 80 запусков «Сокола». Два года назад, в 2018-м, детища Илона Маска стала первой в истории частной компанией, запустившей тяжелую ракету-носитель, получившая название Falcon Heavy. Уже тогда на амбициях заплесневелого путинизма можно было ставить крест. Однако у престарелого деда все еще оставалась спасательная шлюпка в виде пилотируемых запусков. Разумеется, это был лишь вопрос времени, когда SpaceX выбьют табуретку из-под ног кремлевских миньонов. Запуск был произведен с исторического стартового комплекса LC-39. Именно отсюда в свое время на Луну отправились американские астронавты. И теперь Рогозину остается только помахать рукой или кадилом Илону Маску, ставшему символом новой эпохи пилотируемых полетов.